И у нас на очереди Донецк. Вениамин Трубачев с нами на связи. Веня, здравствуй, что в Донецке? Наталья, в Донецке даже в День независимости боевики продолжают обстреливать город. Утром снаряды разрывались в Кировском районе, неподалеку от шахты имени Абакумова. Также в результате артобстрела поврежден морг и палаты с тяжелыми больными в областной больнице. В нескольких корпусах там из окон повылетали стекла. Врачи были вынуждены оперировать под грохот артобстрелов и параллельно эвакуировать пациентов в подвалы, где оборудовали такие временные палаты. Выстрел, вылетели стекла. Персонал нас все вывезли сразу в коридор, а потом уже в подвал. Прежде всего, мы отвозим тяжелобольных. Те, которые не могут самостоятельно передвигаться, те, кто может ходить под нашим надзором, они сами спускаются в бомбоубежище. Появилась и другая проблема – отсутствие дефицит лекарств. Аптекарь жалуется, что нет возможности получать медпрепараты от поставщиков, они просто боятся ехать в захваченный город, где нет никаких гарантий безопасности. Поэтому на аптечных прилавках, как уже говорили жители захваченных городов, лежат в основном витамины и препараты от простуды. А вот лекарства, например, для сердечников сейчас трудно найти. Также заканчивается инсулин. Он жизненно необходим для больных диабетом. Но, несмотря на все эти трудности и опасности, медики не собираются покидать город. Медики – это гуманитарная профессия. И врач, как ты можешь уехать, зная за собой ответственность. Клятва Гиппократа не отменялась. И душевное твое осталось в тебе. Боевики продолжают обстреливать жилые кварталы Донецка. За сутки, за прошедшие сутки, снова поступала информация о погибших мирных жителях. Однако официальной статистики на данную минуту еще нет. Сегодня же также террористы ввели новое правило пребывания на подконтрольных им территориях. Теперь, например, в Донецк пускают жителей исключительно с Донецкой регистрацией. Вот людей с другим штампом в паспорте задерживают, обыскивают и проводят какие-то непонятные процедуры. А вот в Горловке пошли еще дальше. Жители без причин стали обыскивать прямо на улицах и забирать даже ценные вещи. Ситуация в Горловке залишается дуже напруженою. В місті спостерігається суттєве збільшення чисельності російських наймеців, в закряма так званих кадырівців. Займаються общиками та перевіряють документи у пересічних громадян. Армейські подразделения продолжають боеві действия з целью заблокувати пути соединення между Горловкой і Донецком. Там обстановка остається невероятно сложной. Також серьезні бої йдуть в Іловайскі. Боєвики продолжають удерживать часть города, однака українські подразделения їх выбивають із укрепрайонів. К сожалению, з Іловайська приходить дуже печальне сообщення. Среди українських бойців є погибші і ранені. Це преимущественно добровольські батальйони. Точні дані на данний момент уточняються, тому що там сейчас йдуть серьезні бої. Наталья? Спасибо, Вениамин Трубачев, о ситуации в Донецці і в пригороді.